Сегодня для учащихся школы учеба является самым главным, однако совсем скоро наступит время, когда старшеклассники вступят в новую пору своей жизни. Они окончат школу и придется серьезно задуматься о выборе своей профессии. В подростковом возрасте это сделать нелегко. Правильный выбор профессионального будущего для молодого человека является основой самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни. Вопрос «Кем быть» помогает решить неделю профориентации, которая уже традиционно проводится в Брестском медицинском колледже. Форум взаимодействия много, начиная от неоткрытых дверей, которые у нас проводятся в большом масштабе, до более узкого взаимодействия в рамках конкретного договора колледж-школа. У нас таких договоров на сегодняшний день два. Длительная уже на постоянной основе договор со средней школой номер 26. В этом году мы заключили договор со средней школой номер 20. Основная цель договора у нас преподавание предметов школьных, в частности, анатомии. И вот мы предложили учащимся девятого класса нашу традиционную уже акцию «Станем учащимся колледже на неделю» попробовать себя в роли наших учащихся, понять, хотят ли они в эту профессию и что у них по итогу получится. Наши ребята могут на каникулах, вот, например, на этих осенних, приезжать каждый день в колледж и в течение всей недели они являются студентами медицинского колледжа, потому что у них есть такая, скажем, мечта или поступать после девятого класса в медицинский колледж или после одиннадцатого класса уже в университет. Поэтому они еще, скажем так, где-то с подсомнениями и я считаю, что благодаря тому, что они побывают, увидят ту атмосферу, познакомятся с той начинкой технической, которая есть в медицинском колледже, это направление определит их профориентацию дальнейшую, куда они пойдут в колледж или в университет. Анна Нечипорук, учащуюся 20-й школой города Бреста, уже давно интересует темой медицины и ее направление. Девушка не раз задумалась, что хочет связать свою жизнь с этой профессией. Когда Анна узнала о том, что у нее есть возможность на неделю стать студенткой медицинского колледжа, девушка, недолго думая, согласилась и не прогадала. Я нахожусь сегодня в медицинском колледже для того, чтобы посмотреть вообще жизнь студентов из медколледжа и определиться, потому что я сейчас думаю и у меня в перспективе есть цель поступить сюда. Вначале я хочу поступить на медсестру, потом поступить на вышку, идти дальше. Я хочу развиваться в медицине, так как мне это интересно и нравится. Такая практика очень важна для того, чтобы развить понятие медицине и вообще посмотреть, почувствовать эту обстановку. Если Анна решила посетить лекцию по остеологии, то Елизавета Чуйко, также учащаяся 20-й школы города Бреста, уверенно чувствует себя у доски на лекции по фармакологии. Неудивительно, ведь девушка химию и биологию знает на отлично, а потому выбор в пользу медицины оправданный. Это очень помогает тем, кто еще не определился со своей профессией, поскольку здесь очень интересно. Я здесь буквально третий день, но за эти три дня мы уже очень много узнали нового, что могло бы заинтересовать людей в том, чтобы пойти после школы в медицинский колледж или же в МОЗ. Я рассматриваю специальности именно лечебное дело, поскольку я считаю, что эта специальность мне более ближе. В ходе мероприятия все желающие получили ответы на интересующие их вопросы, после чего совершили экскурсию по учебным кабинетам и лабораториям колледжа. На такой бодрой и оптимистичной ноте закончился один из дней знакомства старшеклассников с Брестским медицинским колледжем. У каждого из ребят был шанс окунуться в мир медицины и прочувствовать важность предстоящего выбора будущей профессии.